Утро на Бомбарбей ТВ продолжается. У нас в студии сейчас находится группа поющие, хотел сказать, усы, но все-таки скажу трусы. Вау! Доброе утро! Здравствуйте! Вы первые, кто осмелились все-таки произнести слово трусы спокойно, без всяких там мешканий и дерганий. Да? Класс! Слушайте, я попаду в рекорд какой-то, наверное, ваш. Мы вам галочку поставим. Люди просто зачастую становятся как-то очень застенчивы, когда произносят трусы. Но трусы же мы все носим. Ну да, и сейчас, ну ладно. И сейчас тоже. Алёна, как сказал уже, но трусы же мы все носим. И все засомневались, и запрощалась. Нет, но я так понял, все подумали, вспомнили, сейчас ли они в них находятся или нет. Мало ли. Сейчас лето, к сожалению, закончилось, когда можно было это себе позволить. Ну, по крайней мере, не знаю, кто-то позволяет, кто-то нет. Да, и сезон отпусков тоже такая более активная фаза, она как-то прошла немножко в сторону. А вы вообще, вот помимо того, что смонтировали, я хотел сказать, сняли этот чудо-клип, сделали классную нарезку, потрясающую из ваших предыдущих видеоработ. Вот чем занимались летом, вот, и удалось ли попутешествовать? Мы работали и отдыхали, совмещали одно с другим, полезное с приятным, что немаловажно для нас, мы умеем и отдыхать, и работать. Да. Например, вот за лето, за вот это, была написана, собственно, песня «Похудела», есть еще написанная песня «Медленный ежик», вот. Вот, и, то есть мы и творили, и отдыхали, и, собственно, и выступали. И путешествовали. И путешествовали. Вот как оно, насколько это классно? Вот вроде как будто вы ничего не сделали, а вот и просмотры есть, и новые комментарии какие-то, и свежая реакция поклонников. Это уже как бы на авторитете больше, или это просто какая-то такая ловкость для того, чтобы, может быть, сделать кот конем, и потом чем-то ошарашить более новым, более, может быть, отысковым? Ловкость рук и никакого мошенничества, понимаете? Нет, это просто занятие любимым делом, мы не стоим на месте, мы творим, потому что было очень сложно, заменить Кузьму очень тяжело, как автора песен, потому что он уникальный, его слог уникальный. И, ну, у нас была пауза долгая, а теперь в этом году у нас как-то получилось прорыв, уже новый репертуар набирается, и это замечательно. То есть это, наоборот, даёт делать что-то новое, вдохновляться и творить. Да, сейчас мы просто всё время находимся в каком-то томности для того, чтобы что-то творить и издавать, и делать для наших почитателей, для тех, кто ценит и любит группу «Поющие трусы». Да. Да будет так. Значит, такое вдохновение. Ну, хорошо, давайте вернёмся вот в более специализированную тему нашего канала, о путешествиях, напоминаем всем тем, кто, может быть, первый раз смотрит нас. Это лето, да и вообще, может быть, не только лето, а этот год, предыдущий год, насколько был насыщен путешествиями, ну, помимо того, что вы, понятное дело, работали. Да, куда удалось поехать, в каком составе и как отдохнуть. Мы в основном путешествуем втроём. И там в прошлом году больше было стран таких, что у нас было в прошлом году. Я вот тут, я уже запуталась, Франция, Маврикия, Италия. То ли кто-то ещё вот написал, значит, Маврикия, Турция, Греция, Черногория, Казахстан, Польша, Хорватия, Болгария, Белоруссия, Молдова, 4%. И Азербайджан. Вот, вот в этом году, да, был весь постсоветский союз. У нас был Азербайджан, Кишинёв, что у нас там было, Казахстан, Белоруссия, Латвия, Латвия, Эстония. Латвия, Латвия, Эстония. Странно, решки этого нет. Вот забыли, забыли. Мы запутались просто. И как это ощущение, вот когда едешь по таким бескрайним просторам бывшего союза вообще, когда ты были одной страной? Ты смотришь, как развивается, потому что, например, тот же Азербайджан, они, оказывается, готовятся к, что там у них, не евро, а... Олимпийские игры, по-моему, должны быть. Олимпийские игры будут в 2018 году, да. И они строятся. И они очень готовятся, мосты строят, дороги все идеально ровные. Красивые. Но, как обычно, как и в нашей стране, чуть-чуть за предел так выезжаешь, и все. Другая ситуация. Добро пожаловать в реальный мир, Тринити. Да, да, да. Сказал бы Нио. Ну, чтобы не сильно расслаблялись, понимаете. А так видно, что... Ну, я, насколько понял по таким словам, что не всегда охотно приходится возвращаться домой, да? Почему? Дом есть дом. Всегда охотно. Потому что здесь семья, здесь родные, любимые, здесь дом. Ну, и как-то ты возвращаешься в эту страну, все равно, ну, мы же... Ну, я хоть и родилась вообще на Чите, но я сама украинка, у меня родители украинцы. И, ну, душа моя здесь. Я все равно люблю нашу страну, я возвращаюсь с огромной любовью сюда, я скучаю. Да, где бы ты ни отдыхал, все равно тебя тянет домой. Дом – это там, где твое сердце, это однозначно. Хотя я бы переехала, конечно, в Лос-Анджелес. Ну, посмотрим. Но в Киеве иметь, как бы, место жительства свое... Но пока мы об этом не думаем. Но еще лучше в Лос-Анджелесе. Нам очень приятно возвращаться домой. Да, и там, и там. То есть, если Лос-Анджелес, например, надоест, то вернуться в Киев, потому что Киев я лично вообще очень люблю. Я вообще люблю на Лысых Горах постоянно... Как раз здесь недалеко находятся. Да, вот-вот, после эфира мы туда глянем. На огонек зайдем. Николаев я тоже люблю. За Николаев мне сейчас немного обидно. Почему? Потому что судостроение у нас так закрыли. И это, ну, обидно. И всем, кто из Николаева, всем обидно. Но я надеюсь, что все-таки наш город будет развиваться. И я в него верю. Для этого, конечно, нужно большие деньги. И мы тут на подоле все будем плавать на кораблях. У каждого места машины будет корабль, свое судно такое. Своя яхта или свой там фрегат. А проспект Победы превратится в такой канал большущий вообще. Слушайте, ну это же прекрасно. Мы постараемся, мы постараемся. Мы переблюнем в Венецию тогда. Ну а вот предпочтения какие-то вот любимые страны, в которые хочется всегда возвращаться, независимо от того, сколько вы там раз уже были, что там вы не видели. Испания, Барселона, Италия. Испания, Барселона. Так сказали с таким сожалению, ведь там сейчас такое происходит. Скоро, наверное, биометрия, может быть, нам не понадобится. Потому что тоже были планы. Вот, кстати, видите, я не вникала, я так поверхностно знала что-то, но вы мне еще что-то новое рассказали. Я тоже, это одна из тех стран, куда бы я хотела переехать жить, потому что недалеко, и чтобы рядом быть на связи там с близкими, с родственниками. Но вот у меня есть пару знакомых, которые там живут, и говорят, что для жизни, конечно, не то. Лучше приехать отдохнуть. Да, говорят, что там... И разрушили мои планы, скажем так, через... Борщу нема, сала нема, галушки нема, ничего нема. Во Влозе Брофта и во Бобл на радио не спевают. Вообще ужасно. А легавинника нет. Плаката. Плаката. Да, после Гауди где-нибудь там. Да, это была маленькая реклама. Ребята нам, естественно, заплатили. Конечно. Рассчитаемся. Ну, а вот есть ли какие-то такие вот ритуалы, может быть, вот прежде чем возвращаться домой, что-то такое сделать? Может быть, что-то где-то купить? Что-то где-то украсть, да? И привезти домой. Ну, я думаю, это ритуал у всех зайти в джоти фри. Однозначно. Взять большого какого-то местного алкоголя. Нет, ну, как всегда, если мы посещаем какую-то страну, мы что-то покупаем, такое национальное. То есть, или что-то из еды. Недвижимость. Я Эстонию люблю. Можно. Давайте же купим какой-то магнитик. Давайте. Алена берет бутылочку. Это же, как у них, не ликер, что у них? У них настойки там очень прикольные. Старый Таллин. Старый Таллин. Этот или бальзам. Я говорю, ну ладно. Магнитики потом. Я просто сказала, девочки, это же для души. Старый Таллин. Вы что? Ты же такая прелесть. А мы... Так, мы с СССР вроде как начали вверх тянуть, да, а потом так Таллинг на друг друга уступили. И молчил. И все. И потеряли нить. Будем друг на друга молчать вот так. Это так много. Я вообще все потеряла. Кто кого перемолчит. Соревнование можно устроить. Нет, я не думаю, девчонки подключатся. Ну, честно говоря, по поводу путешествий. Последнее время нас очень впечатлил Азербайджан, потому что мы там участвовали в квесте. И очень много что увидели. Катались мы на квадроциклах, на лошадях. Ну, в общем, таких достаточно... Ралли. Ралли. Ночные. Достаточно были вот места. Мы как раз не успели посмотреть вулкан, потому что уже было очень поздно и темно, но очень прекрасно. Ну, а как вообще идет планирование распорядок дня, если происходит такой момент, что вроде как концерт там уже прошел, да, и остается там свободное время. Насколько вот быстро вы оптимально сразу его распланируете, чтобы то успеть, это успеть, а потом происходит такая как бы своего рода вилка, да, и хочется то, и хочется это. Веситого заказчика, потому что очень часто те люди, которые нас приглашают, они нам сами организовывают экскурсию. Слушайте, можно с вами? Я хочу с вами. А все хотят с нами. Не просто там девочки смотрите, а ну, а вот, какой-то квест, постоянно что-то интересное происходит. Вот так вот у нас складывается. Квест на таможне где-нибудь при прохождении? Не было. Были квесты тоже, ну, я что-то не могу вспомнить. С этого момента поподробнее. Веселые квесты. Да? То есть у нас, вот, Казахстан у нас всегда заканчивался тем, что... Я забыла. Мы нас настолько гостеприимно принимали, что мы в аэропорту уже могли еле стоять на ногах, но это вот... Алена сопротивлялась ехать? Да, предновогодние праздники. Все уже... Я просто хотела остаться тогда в Казахстане и отмечать Новый год. Да, и продолжать отмечать Новый год. И мы ее уже пытались забрать оттуда, она нет. Звездочка перед самолетом легла. Исказала. Да. И подходят, собственно, работники аэропорта, вот, ответственные, собственно, в форме. Говорят, девушки, а пройдемте-ка? А мы говорим, да нет, нормально. И мы проходим каким-то чудом. Мы уже подходим к трапу самолета. Страшный мороз, страшный ветер. Мы держим Алену. Я тоже помню, что ветер был ужасный, мне просто с ног сносило. Да, Алена, он говорит, я хочу остаться в Казахстане. Вот, мы поднимаемся по трапу, и нам так раз, служилые, говорят, а вы, девочки, пожалуйста, спуститесь и постойте здесь. А самолет должен снова летать. Мы говорим, как? Подождите, стойте. Мы же дальше летим. Мы же втроем. Мы вот эту девушку не будем пускать в самолет. Вот, мы говорим, да, пожалуйста, пустите. И наш звукорежиссер там тоже старался. Пришла объяснить, что она очень боится летать. Девочки, потому что от меня уже пахло елками и Новым годом. И оливье, и мандаринки. И мандаринки. Да. И тут сзади нас шел, оказывается, пилот какой-то авиакомпании. И он говорит, не волнуйтесь. Взял ее под свою ответственность. Возьму ее под свою ответственность. И нас вот тут просто появился он как волшебник. С таким ореолом, с лимпом. Да, да, да. И он, Аллилуйя, Аллилуйя. И мы благополучно вернулись в путь. Потому что Алленка понравилась очень. Гражданство не хотокал еще? Нет. Ну, дело в том, что, девочки, когда я утром проснулась, я же все это вспомнила. Я думала. Ну, это был как сон, но тем не менее, я же понимала, что это было наяву. Я просыпаюсь, и мне так было ему стыдно глаза смотреть. И единственное, что я сказала, так поворачиваясь к нему, вы знаете, извините, пожалуйста, я просто так боюсь летать, так боюсь летать, что вот это просто не в себе. Ну, какая-то вот такая дурацкая отмазка, но тем не менее, он сказал, я все понимаю, я пилот. Я пилот, да. То есть, все понял, слава богу. Ну, вообще, у кого-то из вас, кстати, есть такая фобия боезни высоты, самолетов? Нет. Ну, нет, слава богу, что мы этим штрафом летать. Мы обожаем летать. И любим высоту. Самый лучший вид транспорта. Ни поезд, ни мо... Ну, короче, самолет. То есть, так вот бы, наверное, вокруг Земли бы летали бы, летали бы, да, вот так вот, 36 часов. Да, скорее всего. Ну, на самом деле, это один из самых безопасных видов транспорта. Что ж такое? У нас в последнее время вот эта фраза звучит все чаще и чаще. Раньше такого не было. Самый безопасный. Вырезать надо обязательно. Мы не будем повторять. Главное, чтобы... Не, ну, это... Кураку не сглазит. Это правда. Просто, ну, если уже самолет падает с пассажирами, просто большое количество людей гибнет, да, и все. Ну, как бы, без вариантов. Ну, так. Да, 2-3 человека. Ну, вообще, как бы, по фактам. Ну, самый длинный авиаперелет, вот сколько по времени... Маврики. Да, это Маврики. Сколько летели? 11-13 где-то до часов. Ну, как, допустим, из Киева лететь либо там в Южную Корею, либо в Штаты. У нас просто еще пересадки. 11-13. Трусы купаются. Не то, что поищи трусы. Просто можно написать... Ой, не написать. Девочки, я вспомнила танцы в Париже. Танцы в Париже. В кожаных штанах. Да, это мой. Замок. Рэп-рэп-замки. Рэп-замки. Да. Интрига. Интрига. Расскажем. Ну, мы позже расскажем. Да, тоже. Если это... Расспрашиваете, сразу же всплывает что-то новое. Ну, мы сразу вспоминаем такие истории, наверное, о которых не стоит говорить. Лучше умалкивать. Почему бы? Или передать языком тела, может быть. Ой, вряд ли. Трусы языком тела. Хорошо звучит. Это как-то... Знаете, у нас настолько весело, что иногда... Да, даже... Ну, есть что рассказать, но стыдно рассказать. Ну, все в пределах разумно. Девочки, мы чего? Мы же купаемся... Купались в океане. Купались. Ну, как... Индийский океан в Маврикии очень опасный. Вы заходите... Во-первых, он горячий. Там был прилив. В март месяц и сказали, что... Да, окнулась. Да, просто опасность. Мы приехали туда, и ты туда заходишь по коленам в воду. Она горячая. Вот реально горячая вода. И тебя просто начинает затягивать сразу в океан. То есть, если ты зайдешь по пояс, то уже есть вероятность, что тебя раз-два и утянет. Потому что уже выходить, уже начинает... Олечка, это в любом океане, ты все время затягиваешь. Ну да, но я нормально. В Лос-Анджелесе была? Именно в Лос-Анджелесе я не была. Я была в Нью-Йорке. Там как бы мне было не до океанов. Так, я понимаю, что истории у вас много. В сожалению, всего мы не вытянем. А мало что вам показать. Специально для этого я приготовил такой небольшой блиц-опрос. Такой на все случаи жизни. Ну, опять-таки, все с путешествиями связано. Это супер. Нужно дать краткий ответ. То есть, я вам накидываю вопрос, замолкаю, и вы продолжаете вместо меня. Ну, у каждого, конечно, будет своей идеей, но фишка в том, чтобы это сделать максимально быстро. Кратко. Вот кто. Хорошо. Кратко, кратко. Что, где, как. Хорошо. Раз, два, три. Я не переживу, если за все лето я не. Не скупаюсь в океане. Не мочу свои трусы. Не напишу ни одной песни. Это я вот. Лично. Ира. Ну, не поеду куда-то отдыхать. А если во время пересечения таможенного контроля сотрудник таможенной службы подозрительно на меня начнет смотреть, я могу начать? Точно так же смотреть. Она в ответ может ему ответочку дать. Это правда, на самом деле. Я сейчас съехала. Ну, да. Она сделает ответку. Сколько надо. Ира очень сильная. Кто-то начинает улыбаться. Кто первый моргнет. Хорошо. Если меня своевременно не заселить в мой номер, я могу начать? Ваянить на рецепшене. Это как? Залазить на стойку? Ну, во-первых, просто пить. Вот это, кстати, не про Олю. Она ляжет прямо там. Не, не. На колечко. Будет спать, отдыхает. Ира. Оля подвижкает. Ну, пожалуйста. Ну, смотря в каком я буду состоять. Я так устала. Пожалуйста. Может, какой-то еще вариант? Мне все равно где. Ну, я так хочу. Я так хочу отдыхать. Тогда я буду спать на стойке. Хорошо. А во время купания в малоизвестном месте я могу испугаться. Это вопрос или нет? Испугаться? Я могу испугаться. А кого? Акулы? Акулы. Морского ежа. Я все время боюсь, что какое-то чудовище меня укусит и подтянет куда-то на дно. Сергей Зверев. Ну, не чудовище. Замечательно. Тут золотая рыбка. Золотая рыбка. Только с него бомут с головой. Нет, действительно, когда я далеко отплываю от всех и плаваю одна, я просто очень люблю плавать. И у меня один единственный страх. Хоть бы меня на дно кто-то не утащил. У тебя открою секрет. Это у всех такой страх. Это нормальный. Вы знаете, я кем от челюсти со стенки? 90, да, процентов людей боятся этого. Вот с детства. Пересмотрели вот в садике, когда на челюсти? Ой, это, наверное, какая-то фобия. Мне нужно к психологу. Ну, а вообще вот заплывать куда-то далеко не боитесь? Нет. Вот у нас. Я нет. Я не боюсь. Я безумная. Нет, я не олимпийская плавчиха, любительская. Поэтому плаваю исключительно в отдаленных местах, там, где нет людей, потому что мне все мешают. Мешают? Да, все мне мешают. Уйдите, уйдите. Уйдите от себя. Уйдите от себя. Я была очень удивлена, когда собственными глазами увидела впервые. Такое неприлично говорить. Наверное. Нет, не какие-то там ваши открытия в личной жизни, а какие-то вот достопримечательности, какой-то там музей секса, марихуаны. Скелет динозавров. Картины Микеланджело. Вот. Замок, да. Это капец. Я до сих пор потрясение. 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 В Нью-Йорке. Это Венеция. У нас мысли соленые одни. Да, я уже вижу, тут один сюжет, тут второй сюжет. Да, да, да. Ну, хорошо, Скелетия Назарова мне тоже понравилась, но а Микеланджело, что там такого особенного было? Ну, вы знаете, я не знаю, когда попала, я смотрела эти картины, наверное, 4 часа. Меня просто оттуда уже все забирали. 4 часа? Я прониклась. А, вот это за картину? Нет, не одну, не одну. Это было Венеции, поэтому там было где развернуться и посмотреть очень много разных художников известных. Я не вылазила 4 часа и сидела, наверное, там. Я бы и там и ночевала, на самом деле, если бы не забрали. Класс. Я очень прониклась, потому что мне рассказали историю, и я прям окунулась. Кто-то ищет музей эротики, музей пыток, еще что-то. Тут картины вообще, как-то несостыковка. Как это несостыковка? Это же чудесно. Это абсолютно другой мир. Видите, крайне предсказуемая. Мир, который вам показан в каком-то столетии нереальном и через краски. А что с динозавром там было, еще раз, в Нью-Йорке? У меня был выбор поехать смотреть статую свободы пресловутую или поехать в музей природы Америки. Прежде чем поехать в музей природы Америки, я поехала в музей индейцев, а потом в музей природы Америки. Но я, к сожалению, не попала на полностью программ, потому что он огромный, и там программ куча, и в этот день оказалось очень большое количество народу. Но ты когда туда заходишь, в этот музей, сразу тебе предстают три вида окаменелости динозавров. То есть вот этот диплодок, который травоядный, длинношей известный, тираннозавр и еще один чуть поменьше хищник. Знаете, что меня удивило? Диплодок – огромнейшая просто махина с вот такой вот головой, как моя кисть. Боже, травоядная. 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 А зачем травоядную такое огромное тело? Ну, тогда у всех были большие тела. Да, хорошо. Земли было больше, людей было меньше. Так, давайте представим, что все-таки наше тело находится на малообитаемом острове. И если я окажусь таки на малообитаемом острове, для меня важно, чтобы он был теплый, жаркий. Очень, чтобы мне было там комфортно. Съедобный. Я очень люблю есть. Да, чтобы там еда была, чтобы я не бегала за кабанами. Чтобы кабаны бегали за мной. Нет, ну это интересно. Ну да, можно и так. Хорошо, и вот последний вопрос. Перед тем, как вернуться домой, я люблю напоследок. На коня. Да. В прямом элитереносном смысле слова. Видите, тут в принципе мысли у всех сошлись. На коня, поесть. Ну, это мы любим. Какой смысл придавать этому, решать вам? А мы любим вот на коня. Ну, хорошо. Давайте так. У нас тут есть еще тоже на коня. Не, на коня еще не на коня. Есть игра у нас. На коня я и чай могу. Есть ассоциации. Вот мы предложим вам несколько фотографий. Вам просто нужно сказать первое, что вам приходит. Хорошо. Все, что вам подсказывает фантазия. Как вы думаете, что это? Пропеллер. Шлем. Второй вариант. Шлем. Третий. Яйцов ображу. Я земля, почему-то хотела сказать. И кофе. Глобус. Кофе? Земля и кофе. Земля и кофе. А вам интересно, что это? Да. Конечно интересно. Это здание грузинской полиции. Ух ты. Ну, какие они все-таки, да? Креативные. Как арабы. С космическим таким мышлением немножко. Дальше давайте двигаться. Так, чтобы на меня грузины-то не обиделись случайно. Нет, они очень щедрые на самом-то деле. Ну, просто арабы тоже очень любят. Как вы думаете, что это такое? Трактор. В один голос. Ну, а еще какие варианты есть? Я так понимаю, это похоже на мотоцикл. Вот, близко. Да, ладно. Виноградорубный мотоцикл. А, ну вон же у него клешни. Ну да, ну так вот классно. Даже если быть, в некоторых источниках пишется, что комбайн, а в некоторых источниках пишется, что мотоцикл. Ну, разницу особо не меняют. На таком бы хотелось бы проехаться где-нибудь. Интересно. Здесь по подолу. И тут же винцовый. Делается. Чувак, 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 чувак. Из выхлопной трубы сразу вытекает моментально. Сразу как бы, со стаканчиком уже. Оу. Да, вот что. Оу, бассейн. Вау. Боже, я хочу туда. Горка, бассейн. Я хочу туда. Класс, да? Боже мой, как это круто. Но я так понимаю, что это не бассейн, а батут. Да, это мост-батут в Париже. Мост-батут. Обалдеть. Париж? Да. Надо срочно найти эти пайки. Но вы его там не увидите. Да? Да, потому что это проект. Уже у вас? Беолизор. Это проект, который должен быть реализован в 2018 году. А, очень. С чего? Ну, после Нового года сразу. После Нового года, когда уже. Ну, а может быть и в 2020. Я, честно говоря, не помню. Начинается. Ну, в общем, это и в проекте еще. Да, это в проекте. Который должен был быть в 2015 году выйти в жизнь, но так и почему-то не увенчался. Это как-то я не знаю. Да, вот что здесь вам кажется нелепым на этой фотографии. А, родственники. А, бессианка. Это где-то или Япония, или Корея. Бинго. И это, ну, там есть такие ресторанчики, которые, видимо, это обезьяна достопримечательность. Официант. Ну, а порой это в начале сказали. Ну, такой официантчик. Ну, я вот, наверное, с этим подумал. Я уже чуть-чуть подумал о себе неловкое положение. Ой, ну, это стирка. Ух ты, это наша стирка. Ваша стирка. Ну, да. Либо это фестиваль белья. А это ваши поклонники, которые, наконец-то, добрались до этих злачных трофеев. Может, это девушки, которые таким образом что-то демонстрируют? Фокусы. Иллюзию. Мне кажется, это как фестиваль белья. Может, какие-то феминистки. Нет, это забор лифчиков. Он находится в Новой Зеландии. Да, он существует. Его протяжность 400 метров. А может быть и больше. А для чего смысл? Я не помню смысла. Мы там разные находили смыслы. Вроде как будто бы там началось с каких-то серфершек, которые туда приезжали и для традиции решили оставить тут лифчик. И там оставляют. Хотя, на самом деле, такой традиции нет. И таких серферш не было тоже, опять-таки. Это то, что я вот сейчас придумал. А вы можете придумать какую-то другую вашу версию. Ну, для того, чтобы не писать, тут был Бася. Или тут была Жанна. Да, некоторые их подписывают. Оставила трусы либо лифчик. Ну, я думаю, что... Я бы придумала так, что женщины... Так как сейчас феминизм очень модный. Женщины освобождают как бы свою силу. Это была у меня первая версия, что это как феминистки. То, что сковывает, они как бы оставляют здесь. Да, давайте двигаться дальше. Там еще есть кое-что. О, освобождающая сила. Похоже на Бритнин Спирс, но не она. Силикон. Еще варианты есть? На самом деле, тут все очень запутанно и сложно. Да? И одновременно просто... А может, она рекламирует купальник? Ничего она не рекламирует. Да? Может, это мужчина? Это женщина-политик вообще. А, видишь, то есть мы не зря сразу же начали перечислять всех. Красивый политик. Любрия Шкатарович, это президент Хорватии. А, знаю, мы звезду. Да, да, и очень часто рекламируют в интернете сейчас. Я думаю, хорваты будут выбирать ее. Они на правильном пути, да. Они очень рады, да. Выбирайте ее снова и снова. Так, и напоследок еще одна была фотография. А, нет, это ее последок. Кубик-рубик. Да, вот это как вы думаете, что? Девосвит на Абалоне. Девосвит, хорошо. Какой-то раньше был там, да? Что же это? Разноцветная шишка. Ой, новогоднее украшение. Это уже не надо, да? Это какой-то торговец. Ну, почему? Можно просто какие-то свои варианты. На самом деле здесь очень много читают. Такая подсказка в лоб прям. Это библиотека? Да, Минская национальная библиотека. Минская национальная библиотека. Ой, мы же там были. И они же нам говорили и показывали, смотрели. Ну, просто мы не видели ее такой блестящей. Ночью нам не доводилось. Да, ночью нам не доводилось. Оля рассказала, ночью нам не доводилось. Нет, ну потому что, действительно, когда ты приезжаешь в Минск, первым делом мне говорят, у нас есть чудесная библиотека. Ни в одном мире такой нет, какая у нас шикарная библиотека. Так, ну вот на последнее. Что мы ее не запомнили. Фотография одна. Есть тоже, все кажется очень предельно просто. Массаж или что? Дома родители, ребенок. Ну, вообще вот. Одевают ребенка? Вот выйти за рамки. На самом деле, большая закавыка в этом месте есть. Это тату-салон для детей? На самом деле, это семейная тюрьма. Семейная тюрьма. Тюрьма рассчитана, это специально для вас, кстати, эту фотографию я выбрал, потому что видел ваш клип, который снимался тоже. В местах нестоль отдаленных. А несчастной любви, да. Да, и вот если у родителей рождается ребенок, он может остаться с ними в течение трех лет, в исправительном учреждении. Все комнаты оборудованы по типу семейных номеров с двухспальной кроватью и люлькой для ребенка. Это где? Это в Испании. Вот видите, как все для людей. В Испании семейная тюрьма Aranjo's Prison. А дети очень меняют. Получается, как... Это для того, что... Ну, если один преступник, да, в семье... Ну, то есть, если у него есть... Семья совершает преступление вместе. Они не хотят лишать отцовского воспитания для ребенка. Да, потому что для них очень важна эта семья. Поэтому у них мало кто разводится, в принципе. Они живут как вот... Вышли замуж или женился он до последнего. А, вот... Потому что все оставляют жене. Так вот, почему? Надо было с родной этого и начать. Чтобы она потом ездила по разным странам. Да, отдыхала. Муж ей послал приветы. Да. На самом деле у них с этим очень строго. Я знаю, что если даже вот они там разводятся, допустим, что в течение пяти или... Пять лет длится у них развод. И после этого мужчина должен, бывший муж, позаботиться о том, чтобы его жена вышла замуж. И пока она не выйдет замуж, он ее тоже там обеспечивает, несмотря на то, что она у него там все имущество забрала. Класс. То есть он должен ей еще найти мужа. Слушай, а куда ты знаешь? Да как-то ты телевизор смотрела. Молодец. Я люблю Испанию, я не знала таких подробностей. А понятно все. Ну, а для того, чтобы любить Испанию... Там воруют очень. Воруют? Очень. Вот так вот на ровном месте. Через пешеход просто пройдешь. В кармане, если у тебя кошелек или телефон там был. Ну хорошо, а кто-то из вас воровать умеет? Хорошо. Ну, по крайней мере, не воровать, а быстро что-то. Собирать. Такое вот то, что находится вот здесь вот в студии, например. Слушай, такое ворование. Собирать и воровать это вообще разломочное. Ну хорошо, допустим, не воровать. Я вижу флягу. Так, чик вот так вот для видимости. Быстро собрать что-то. За 10 лет в группе мы научили, знаете, как делать. Вот так вот просто брать все. В бокапку. И в чемодан. И в кармане. И поехали. Ну что ж, тогда вам карты в руки. У нас есть конкурс, который так и называется. Собери чемодан. Здесь есть список всех реквизитов, которые находятся в этой студии. Их нужно собрать за определенное количество времени. Прямо квест какой-то? Да, что-то в помилке. Интересно. Так, хорошо. Кто из вас решится на эту миссию выполненную? Ольга. Я? Нет. Я хочу понаблюдать. Но кто-то говорил, что у вас самый быстрый... Ира. Нет, я в этом сказала. Первое слово дороже второго. Я сказала, что вы все быстрые. Хорошо, давайте на камень, ножницы, бумага. Давайте на камень, ножницы, бумага. Чтобы так скинуть с себя это время ответственности. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Да, вот я выдаю этот листик. И с этого момента можно начинать. Поехали. Читай. Так, аптечка, фотоаппарат. Фотоаппарат, это не плохо. Это вот здесь все в районе? Да, это все здесь. И вот только здесь наша аптечка чуть-чуть дальше. Вот там она еще на букву H называется. Еще дальше. Еще дальше. А мы сидим? А вы можете, хотите, можете встать помочь, если у вас есть такое желание. Давайте поможем уже. Стоп, только вы с петличками, и вы далеко не уйдете. Я все предусмотрел. Нет, нет, нет. Ой. Ладно, давай дальше. Подождите, но еще... Фляга, фляга я видела. Фляга есть, СССР. Фляга есть. Дальше, читай, читай, читай. Так, дальше планшет. Планшет? Вот планшет. Это ноутбук. Чуть левее, левее. Вон, 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 за камерой на стеклянном столике. Да. Селфи-палка. Вот сразу же, да. Подушка для... Вот, вот сюда смотри. На манекене. И дальше читай, потому что вдруг там нужна и кепка. А вы можете взять в список у нее? Давай, мы тебе будем творить, да. Так, таника, подминтоновая ракетка, валанчик. Селфи-палка. Плавальные очки. Селфи-палка. Селфи-палка. Это не плавальные, но их тоже можно взять. Бери, бери, бери. Термальная вода. Фляга. Фляга, термальная вода. Фляга, фляга, фляга. Фляга, фляга, фляга. Фляга, фляга. Фляга, фляга. Наушники. На столе, на стеклянном. Или там тоже, кстати, есть. Покрывало, скорее всего, это его надо взять. Книга. 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 Развернитесь на 90 градусов. Вот она все. Смотри, книга, валанчик. Нет, вот книга здесь есть. Вы можете помочь. Олька. Олечка, смотри. Оля, смотри, слушай меня. Ракетка. Вон, на манекене. На манекене. Да. А чуть-чуть еще ускорится буквально, чтобы лучше результат закреслить. Олечка, и самое важное. Деньги доставать с кармана у Александра. Молодец. Все хорошо. Но чемодан же нужен еще для того, чтобы туда все собрать. Оля, Олечка. Еще один чемодан. Нормально? Этот и вон еще один. Ты же не одна. Нам надо. А для нас. И теперь желательно его еще раскрыть и все это туда зарести. Господи, извините. Давайте же. Нажимай, мужик. Каман. О, Оля, видишь, ты не родилась? Ты вроде в Советском Союзе родилась. Оля, вот так вот я делаю. Тихо-тихо-тихо, только что не делаю. Деньги не надо в чемодан. Вокрывальчик? Деньги в карман. Я знаю. Но мы сложили все в чемодан. Есть? И вот эту фишку. Раз. Нет. Что? Подождите. Нет-нет-нет. Да что? Да я. Вот уже почти победа в кармане. А тут оказывается такой подвох. Нужно его. Все-все-все. С этой стороны. Давай так сделаем. У тебя получилось застегнуть? Давай застегнуть. Чуть-чуть застегивать. Все-все. Застегивай, застегивай. Давайте-давайте. Вы сейчас положите три минуты. Давайте раз, два, три. Все. Все. Есть. Бинго. Оптимально собранный чемодан и, наверное, хорошее пожелание. Вот у нас есть такая традиция посмотреть вот в эту камеру. Друзья, путешествуйте и желательно, чтобы страны не повторялись. Потому что путешествие нас развивает. Мы по-другому смотрим на мир. Мы мудреем. Поэтому мы желаем вам почаще путешествовать и получать от этого огромное удовольствие, опыт. Развивайте свой кругозор и привозите с собой хорошие эмоции, которые вас будут согревать весь год, да и всю жизнь. Ну а во время путешествий ходите по музеям, ходите в театры, смотрите достопримечательности города и пытайтесь фотографировать больше. Если не получается фотографировать, снимайте видео, как бы отчет, что вы там все-таки были, чтобы потом хвастаться своим родным и друзьям. Вот так. Вот в таком составе сегодня у нас была группа «Поющие трусы» Оля, Ира и Алена. На этом мы ставим небольшую точку, вернее не точку, а троеточие, так сказать. У вас же трое, правильно? Вот. И приходите к нам еще. Я так понимаю, что там еще есть где покопаться во всех смыслах слова. И скрыть ваше, хотел сказать, белье, конечно, но это очень будет весьма двусмысленно сказано. А вот я имел в этом хорошем смысле слова. Душу, душу. Душу, да. Душу настоящего путешественника. Спасибо. До новых встреч. Пока. 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 Спасибо. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok